Всем-всем огромный привет, девчонки и мальчишки! Сегодня я хочу сделать болтологическое такое видео. Помимо тех всех видео, которые я уже сегодня отсняла, я решила сделать и такое видео, потому что очень многие девочки мне пишут в личку, Оксана почему-то перестала делать болтологию, ведь это возможность нам иметь обратную связь друг с другом, о чем-то порассуждать. И я подумала, действительно, почему-то я уже очень давно не снимала, потому что я занималась блогами, пыталась их как-то снять для вас. И огромное спасибо, что вы всегда влоги принимали, очень-очень тепло. Для меня это очень важно. И когда все писали, что у них было такое ощущение, что они находятся как будто у меня дома, что я такой открытый человек, мне от этого было еще приятнее, потому что я именно такую атмосферу и пыталась создать в своих видео. Значит, у меня все получилось, потому что влоги, кстати, имели огромное количество просмотров. Значит, я буду их и дальше снимать, я вижу, что они интересны. Сегодня я еще снимала видео о трех палетках Слик, оно выйдет немножко попозже. Ну, о болтологии я решила снять, потому что была одна тема, которая меня, ну, как это сказать, не зацепила, но где-то она меня взволновала, поэтому я хотела поговорить с вами, получить какую-то обратную связь. Очень важно ваше мнение. Это была тема о том, что, когда я снимала свой влог, мне там у меня было типа что-то Get Ready With Me, и там я была без косметики. И одна моя подписчица, с которой я и в Инстаграм иногда общаюсь, и в комментариях она мне пишет, она меня спросила, что это ты так случайно у тебя получила, что ты, ну, сняла без косметики, или это видео снято в поддержку, по-моему, она сказала, Мика Гелл. Я не смотрю Мику, ну, как бы я такого блогера знаю, но просто я ее не смотрю. И однажды я просто решила посмотреть, о чем была речь, потому что еще я смотрела видео Вероники Николко, и она там говорила, что это видео снято именно в поддержку Мика Гелл. И тут на днях я посмотрела ее видео, и видео было о том, что YouTube перестал быть, вот, ну, как сказать, такой площадкой, где можно снимать видео именно когда-то там не накрашенной, или, ну, выглядишь очень просто, не готовишься к видео, то есть снимаешь, как бы, такие вот домашние видео. И было очень-очень много обсуждений о том, что, ну, многие, конечно, писали комментарии, и, честно говоря, для меня было, ну, я даже не знаю, таким не очень приятным открытием то, что, о чем люди там писали насчет того, что, ну, кто-то писал, что им нравятся видео именно такие вылизанные, которые очень сильно смонтированы, другие писали, что им нравятся видео более живые, я как раз отношусь к тем, кому нравятся живые видео, кто не читает там по бумажке, по какому-то сценарию, кто говорит то, что он думает в этот момент, конечно, если это не ересь какая-то, ну, как бы, чтобы это было по теме, ну, чтобы это действительно шло от души, а не каким-то там речитативом, как на телевидении. Самое неприятное было то, что многие писали, как, что им надоел там уже этот одинаковый у всех фон, там, допустим, ну, какой-то светлый, допустим, что свечки там горят у каждого второго блогера, и я хотела, мне никогда никто такого не писал, что кому-то не нравится мой фон, но я честно скажу, что свой фон я делала именно для вас, чтобы вашим глазам было приятно смотреть, чтобы, ну, я не знаю, чтобы там не было никакого беспорядка, чтобы ничего не отвлекало ваше внимание, и когда кто-то пишет, что их бесит, что на заднем фоне блогеры ставят свечки, но они ставят это не для себя, они ставят для вас, чтобы вы ощутили какое-то там тепло, уют, и я тоже пару раз делала свечки, но это не потому, что я за кем-то хотела повторить, а потому, что мне действительно казалось, что это придает такую очень теплую домашнюю атмосферу, вот сегодня я их даже не зажгла, дабы никого не раздражать, и насчет вот белого фона, там, когда у всех эти белые столы, там, языки, да, у меня тоже есть этот стол, он мне нравился уже очень давно, и поэтому я решила его купить еще даже до того, как у меня вот появился свой канал, и я купила тоже не потому, что я там хотела за кем-то повторить, а потому, что он мне тоже действительно нравился, и как многие писали в комментариях, очень справедливо, что ведь сам зритель диктует очень многие, как бы сказать, очень много сам зритель навязывает для блогера, замечает малейшие детали, когда что-то не так в макияже, когда что-то не так с ногтями, и тогда человек действительно старается вылезать свои видео, потому что, естественно, он хочет, чтобы не было никаких вот моментов, в которых можно притраться, я прекрасно это понимаю, я никогда свои видео не вылизываю, потому что я не очень хорошо умею, как бы, владею редактором, сейчас, кстати, с макияжем, мне последние мои видео очень нравятся, потому что я, ну, более-менее как-то освоила свой редактор, научилась там ускорять видео, но это я уже давно умею музыку вставлять, подрезать, и делать так, чтобы она в конце не заканчивалась резко, я всему этому учусь, как бы, мне очень нравится этот процесс, но пока я свои видео, ну, как бы, я снимаю с одного кадра, и, конечно, могут быть тут слова и паразиты, и так далее, и если человек начнет к этому придираться, естественно, придется вылизывать свои видео для того, чтобы не было повода придраться, но просто зачем, кому это нужно, если вы хотите смотреть видео, которые будут сделаны на одном дыхании, то есть человек то, что написал себе, то и протараторил, ну, это не искреннее видео, в них нет, они не несут никакое недушевное тепло, которое хочется вам передать своему зрителю, в общем, поэтому тут, конечно, каждый выбирает сам, мне хотелось бы очень узнать, что вы об этом думаете, действительно, блогер многие вещи делает именно из-за того, что говорит зритель, то есть если бы вы раскритиковали задний фон, там, вам не нравилось, что у кого-то там шкаф на заднем фоне стоит, или очень часто я вижу, как пишут другому, например, блогеру, что, ой, так надоел твой фон, ну, извините, люди снимают именно там, где удобно поставить камеру, где свет падает так, чтобы вы видели лицо, и не у всех есть возможность каждый день снимать на разном фоне, допустим, кто-то уже прирос вот к одному месту и нравится, мне, например, нравится мое место, но у меня, ну, очень редко вы сможете встретить прям совсем одинаковый фон, я всегда что-то меняю, я что-то ставлю, какие-то сувениры на стол, также я очень часто делаю перестановки для того, чтобы вы не уставали от одного и того же фона, но мне тоже немножко устаю, потому что мне приходится постоянно об этом думать, хотя, говорю, надо сказать, что ни один человек за все время, сколько я, в общем, свой канал веду, никогда мне не делал никакого замечания вообще там по поводу моего фона, по поводу там внешнего вида или что-то еще, поэтому за это, конечно, огромное спасибо, ну, и, честно говоря, я уже к этим вещам научилась проще относиться, и я смотрела недавно тоже одно видео, ну, не буду говорить, кто это, в общем-то, и не важно, если вы тоже смотрели, читали комментарии, то вы поймете, о ком идет речь, и там ей писали, ужас, какие зубы, иди, выпрями зубы, там, и так далее, это, блин, мне кажется, это просто ужас, человек вам снимает не для того, чтобы показать, допустим, ну, я не знаю, не красуется видео, человек там стоит без макияжа, рассказывает вам что-то, и на самом деле очень-очень неприятно, когда кто-то начинает писать, «Жесть, не могу смотреть на твои зубы», хотя у человека, на самом деле, белые хорошие зубы, но все равно кто-то пытается ему, не знаю, ткнуть носом в какие-то несовершенства, мы все несовершенны, и мне кажется, люди, которые вот такие вещи замечают, это очень низко и очень подло, когда касается внешности, и я думаю, что это как раз те проблемы, которые волнуют того человека, который, в общем-то, пишет вам комментарий, если он вам пишет про ваши, там, не знаю, кривые зубы, хотя они у вас нормальны, то это, скорее всего, проблема именно зрителя, но ты начинаешь в себе копаться, что-то искать, ну, ведь ко мне это не относится, потому что я редко копаюсь в себе, единственное, что да, я научилась, наконец-то, красить ногти, как я уже говорила, и не заходить на кутикулу, потому что мне уже делали такое замечание в самом начале, там где-то у меня было, и с тех пор я даже могу сказать спасибо за это, потому что, действительно, это научило меня красить ногти хорошо, потому что, и даже вот такие вот комментарии, которые некоторые плохие, но если они действительно, как бы, правдивые, может быть, они написаны в грубой форме, ну, они помогают очень меняться, совершенствоваться, в общем, вот, и это тема, да, о которой я хотела с вами сегодня поговорить, какие видео вам нравятся больше, вылизанные, либо вы любите какое-то живое общение, что вы любите на заднем фоне, какой вообще задний фон вы любите, будет очень-очень... Закончилось у меня место на камере, но я практически успела все вам сказать, что я хотела, и хотела сказать большое спасибо тем девочкам, которые после моего влога, я там говорила, что я жуткая сладкоежка, и люблю конфеты, и мне в личку стало очень-очень много поступать, да и в комментариях писали, что хотят мне прислать конфетки из их стран, мне писали и из Белоруссии, и из Украины, и из России, в общем, много-много разных стран, мне было очень-очень приятно, и я отказывалась, отказывалась, но в итоге девчонки, в общем, настояли на своем, и я согласилась, чтобы они мне прислали своих конфеток, хотя у нас, честно говоря, многое завозят, и вот на ярмарке, как я говорила, но все равно будет очень приятно, и мне так же приятно, что кто-то хочет сделать мне приятное. Так, что я еще хотела сказать, значит, про задний фон я у вас спросила, про анонс видео, что у меня, в общем, там будет дальше, это я собираюсь снимать дальше макияжи, потому что я уже более-менее приноровилась их снимать, потому что, в принципе, они у меня идут на ура, как бы всем они нравятся, поэтому, знаете, я буду это делать с удовольствием, тем более, что я в последнее время очень-очень часто сама делала какие-то макияжи, но вы видите их, можете видеть их в Инстаграм, ВКонтакте, когда я выкладываю, в общем, мне это сейчас море удовольствия приносит, и я с удовольствием буду для вас записывать какие-то уроки. Так, также впереди у меня будет несколько обзоров, ну, точнее, по-моему, один или два, если я не ошибаюсь, я уже очень-очень давно брала косметику натуральную на обзор, аргиоведическую, по-моему, правильно, если я не ошибаюсь, я попользовалась ей уже, наверное, прошел месяц, где-то, может быть, недели три, и могу вам сказать, что мне понравилось, что мне не подошло, может быть, вы избежите каких-нибудь ненужных покупок, покупок, хотя я могу сказать, что я очень-очень редко ориентируюсь на мнение блогеров, потому что очень часто то, что в пух и прах раскритиковано, мне подходит просто идеально, и у меня, честно говоря, нет ни одной, наверное, покупки, которую бы я совершила под влиянием YouTube, у меня ничего такого нет, Соня, в общем, да, слава Богу, что я сегодня нашла хоть немножко времени для того, чтобы снять видео, потому что за эту неделю я очень сильно замоталась, и даже из-за того, что я взяла котенка, с тем котенком не сравнится, на самом деле, который у меня был предыдущий, это очень-очень шебутная такая девчонка, очень, как это сказать, ну, в общем, ягназа такая, поэтому я с ней ужасно устаю, и по ночам часто не сплю, потому что она меня как бы будет, поэтому вообще сил, честно, никаких не было, но вот сегодня такой день выдался, я очень рада, что я смогла записать несколько видео, я с нетерпением буду ждать ваши ответы на те вопросы, которые я задавала в видео, если у вас, конечно, будет желание, чтобы написать свое мнение, я надеюсь, видео было для вас интересным, и мы что-то с вами пообсуждаем, и увидимся в следующем видео, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok